Духовные поучения О необходимости изучения Евангелия старец Иероним говорил. В совершенно закрытом доме темно. Если слегка приоткроешь окно, то увидишь только самые большие предметы. Если откроешь больше и проникнет свет, то увидишь вещи и помельче. Когда же прольется внутрь солнечный свет, то увидишь и пыль, висящую в воздухе. То же бывает и в душе, которая принимает свет Евангелия. Она видит и свои мельчайшие недостатки. Старец Порфирий, обращаясь к своему посетителю, сказал. «Читай много, чтобы Бог просветил твой ум». Знаешь, я любил много читать, и чтобы меня не беспокоили. Поднимался на дерево по самодельной лестнице, которую я поднимал после того, как поднимался сам, чтобы меня не видели и там не тревожили. Там я читал часами. Чтобы постичь духовную глубину Евангелия, необходимо просвещение от Бога. Об этом старец Евсевий говорил. Человеку, сколько бы он ни знал, не помогает его знание, если не посетит его благодать Святого Духа. Человек похож на запертый дом, который недоступен посетителям. Нужен ключ, чтобы проникнуть в него. Так и ум человеческий. Если не будет отперт благодатью, он не принесет пользы человеку. Один преподаватель университета говорил мне, что, изучая различные творения философов, он понимал их. Но, изучая Евангелие, он понимал слова, но не постигал их глубокий смысл. Старец Иоэль, который был человеком-ученым и великим писателем, подчеркивал, что по учению должен сопутствовать и подвиг. В частности, он говорил, будешь читать святых отцов, то увидишь, что по многим вопросам они имеют свои мнения и иногда разногласия. Вот, для примера, отрывок из Писания. Один толкует его так, а другой иначе. Но если есть такой вопрос, по которому у отцов нет разногласий, так это вопрос подвига. В этом существует соборное согласие отцов. Все они хвалят пост, бдение, добровольную бедность, отягощение плоти и, в общем, добродетельную жизнь. И добавлял. Мы смотрим на то, что сказали и что писали отцы, но не на то, как они жили. Вместо того, чтобы составлять примечания на Писание отцов, мы должны были бы подражать их житию. Отцы много молились, много бодрствовали, много постились, любили нищету и простоту, ненавидели мирское мудрствование, боролись с заблуждениями и презирали житейский покой, убегали от наград, славы, почестей и были готовы умереть за Христа. Делаем ли мы это? Мы держим в руках книги отцов, но наша жизнь – это отрицание их жизни. Отцы – это жизнь, а не филология. Относительно чтения различных книг старец Порфирий разъяснял. Плохая книга принесет вред, а хорошая – пользу. Даже если ты еще не созрел применять ее советы, а только внутренне этого желаешь, то потихоньку, со временем, без принуждения и давления, внутри тебя созреет добрая решимость, и ты, наконец, последуешь ее наставлением. И о неспособности запомнить все, что человек читает, он добавлял, «Знаете, что все это богатство откладывается в вашей памяти, и в подходящий момент Христос это нам открывает». В другой раз он убеждал людей читать Евангелие, в котором заключены сокровища мудрости и которое разрешает все проблемы. Это подлинная философия. Это философия откровения. Здесь изложены Божьи истины, так как они были выражены изначало. Люди не смогли открыть новых истин, несмотря на то, что мир прогрессирует, и с помощью науки люди летают к звездам. В наше время выходит очень много книг, и поэтому нужно большое внимание в выборе. Относительно этого старец Иоэль давал такие советы. Надо быть очень внимательными в выборе читаемых нами книг, ибо время дорого, и не должно его тратить на чтение серых и безвкусных книг. Книгу, которая не стоит того, чтобы прочитать ее второй и третий раз, не нужно читать ни разу.